Что объединяет «из» и «хэз»? Вот эти две формы разных глаголов. «Из» – это форма глагола «быть», а «хэз» – это форма глагола «иметь». Общее у них, что они заканчиваются на «эсочку». «Эсочка» – непростая буква, трудяшка и «эсочка». Вот она как изогнулась вся от своих трудов. Она занимается кое-чем информацией. У неё есть информация про число. Вот мы возьмём, например, слово «собака». И добавим «эсочку». «Эсочка» прибежала к собаке и стало слово «догз». И это уже собаки. Ни одна собака точно больше, чем одна. «Догз». Если мы рассказываем про собак, то тогда всё легко и просто. «Догз». Если мы хотим конкретно про этих собак, то тогда поставим артикль «дэ догз». Конкретизирующий артикль «дэ догз». И дальше мы спокойно берём любые глаголы. Собаки эти вот собаки. Они, например, играют. «The dogs play». Они, например, бегают. А если мы говорим про одну собаку, только про одну, тогда «эсочку» надо убрать из слова «собака». И «эсочке» некуда деваться. Она бежит в следующее слово. Вот, следующее слово – это глагол. «эсочка» бежит туда. «The dog runs». Собака бегает. Бегает. Пристраиваем «эсочку» в глагол «бак». «Бакс». Получается «the dog box». «Вуф!» 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 Собака играет. Пристраиваем «эсочку» к глаголу «плей». «The dog plays». А что же наши те две формы-то, которые уже с «эсочкой»? Какая собака? Наверное, симпатичная. «The dog is nice». «Собака имеет». «Собака имеет». «Has» – «имеет». Так чётко и переводится эта форма. «Имеет». «The dog has a ball» – «имеет мячик». У собаки есть мячик, то есть. «Емрем Watchs». «I'm waiting». «Your name will beaudят.